Ночи тишина на Брестском полигоне. Дуэт крайне редкий, даже если в прицеле конец рабочей недели. Десант поддерживает форму постоянно, нередко выбирает для тренировок темное время суток. Сегодня в программе контр-диверсионные действия. Несколько ярких вспышек озаряют местность. Артиллеристы запускают осветительные снаряды, чтобы на несколько минут бойцы в окопах смогли разглядеть противника. Этого времени десантникам хватает, чтобы уничтожить подавляющее большинство целей. По замыслу учений на территории одного из районов проникло незаконно вооруженное формирование. Была поставлена задача произвести поиск, блокирование и уничтожение данного неформирования. Батальон действует на своей штатной технике, штатным вооружением. Программа боевой подготовки составлена так, что практически 70% всех занятий проходит ночью. Тренировки, как всегда, насыщены вводными. Утро подразделения готовятся встречать уже на новых позициях. За последние два года подготовка десантных подразделений во многом изменилась. Много сказано про тактическую медицину, квадрокоптеры, действия штурмовых групп, но сделано еще больше. Сформированный резерв из тысяч бойцов, подготовленных с учетом опыта специальной военной операции. По замыслу учения, именно десантники из числа военнообязанных восполняют потери батальона. Подразделение энергично вступает в бой с наступлением рассвета. Поставлена задача заменить первую роту на своих позициях с целью не допустить проекновения противника в глубину обороны батальона. Работали всем видом стрелкового вооружения, а также при поддержке минометов, АГСов, боевых машин. За последние два года часы, выделяемые на боевую подготовку, увеличились. А сейчас, на протяжении двух месяцев, у нас был проведен полевой выход. Во время боестолкновения десантники постоянно контролируют небо. Зенитные установки под прикрытием БТРов ведут огонь по воздушным целям. Работает и своя авиация. Привлечена авиация штурмовая для уничтожения целей противника, пунктов управления, скопления техники. Всем этапом боя стрельбы и ведением боя управляет штатный командир подразделения. Он управляет всеми преданными средствами, в том числе наводить и корректировать удары авиации. Разбор первых итогов учения происходит сразу же на месте. Инструкторы, которые готовили подразделения, указывают на недостатки и подчеркивают сильные стороны. Подготовка была весьма интенсивная. В полигоны не выезжали, работали с 8 утра до 20 вечера. Постоянно занятия, занимались под руководством инструкторов. Уровень боевой подготовки сильно повысился. Руководители учения отмечают высокий уровень подготовки голубых беретов. Но совершенству предела нет. После небольшой передышки десантники вновь выйдут на полигоны. Боевое мастерство куется именно там и именно так.